Депутатский запрос депутата Шуваловой. Пожалуйста. Прокурору города Москвы Попову, уважаемый Денис Геннадьевич, политика, проводимая в Москве, привела к последствиям, об опасности которых многократно предупреждали оппозиционные депутаты. Концентрация населения в одном городе, о ней так ратовал на урбанформах мэр Москвы, ставшая результатом безудержного стремления олигархов к безграничной прибыли от продажи квадратных метров, и так называемая оптимизация медицины ставит город в условиях эпидемии коронавирусной инфекции на грань катастрофы. Созданы все условия для распространения инфекции. Огромное количество людей контактирует между собой в длительных переездах и пересадках в общественном транспорте, на бесконечных праздниках и фестивалях, в торговых центрах, в много-много квартирных высотках. В то же время стационарные койко-места, так необходимые для лечения заболевших, были целенаправленно уничтожены в процессе так называемой оптимизации. Основным методом борьбы с коронавирусной инфекцией выбрано измерение температуры. Хотя инкубационный период развития инфекции у зараженных коронавирусом и уже заражающих других без температуры длится до 24 дней. А температура человека может подняться от чего угодно. Для борьбы с распространением коронавируса нужны поликлиники в шаговой доступности. Откуда человек мог бы в любой момент вызвать врача или куда, почувствовав недомогание, обратиться. Нужны лаборатории для проведения анализа на данную инфекцию. Где эти поликлиники в шаговой доступности? Назовите адрес хоть одной лаборатории. Коронавирус лечится в стационарах. Для того, чтобы болезнь у тех, кто заражен коронавирусом, не привела к летальному исходу, необходима вентиляция легких, которую тоже можно проводить только в стационарных условиях. Однако количество койко-мест в России в результате так называемой оптимизации резко сокращено. Закрыты многие больницы. Более того, закрыты родильные дома, и теперь в больницах, где находится родильное отделение, открывают отделение для приема инфекционных больных. Вместо разъяснений, как надо себя вести, какие меры принимать, кроме как бросить работу, учебу и сидеть в самоизоляции, нам предлагают телевизионные шоу с балаганом и с мешками. Вместо реальных мер – показуха и репрессии. Особую тревогу вызывает тот факт, что как раз людям, которые руководили этой так называемой оптимизацией медицины, поручено руководить... Особую тревогу вызывает тот факт, что как раз людям, которые руководили этой так называемой оптимизацией медицины, поручено руководить мерами борьбы с коронавирусной инфекцией, а рабочую группу Государственного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции возглавил мэр Москвы Собянин. Более того, Собянин не является врачом. Он закончил механический факультет Костромского технологического института по специальности металлорежущие станки и инструменты. Прошу провести проверку по вышеуказанным фактам и принять меры прокурорского реагирования. Депутат Шувалова.